Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстон и мы снова играем в игру по названию Универ Прокачай Общагу ВКонтакте. Мне, кстати, нравится вот эта вот заставочная музычка, такая прикольная, хотя по сути, если разобраться, это какие-то, я не знаю, полминуты зацикленные по кругу. Может быть, я не знаю, может разработчики наняли офигительного композитора, он такой сказал, вы хотя бы знаете, сколько стоит минуты моего времени? И они такие, не, не знаю, а сколько? И он такой, вот столько. И они такие, нифига себе, как дорого. Ну давай мы тогда тебе просто за полминуты заплатим, а ты нам там что-нибудь придумай. И вот он нам сделал полминутное аудио, и они его зациклили по кругу. Так, всё некогда. Рыбак, рыбка забрасывал невод. Это все знают, друзья. Но первые вопросы, они простенькие, да. Я, наверное, буду побольше молчать вначале и говорить уже после того, как дам правильный или неправильный ответ, но чтобы это, чтобы не тратить время. Жулики предлагают прохожим в напёрстки. В напёрстки предлагают жулики поиграть прохожим. Знаете, такие, кручу-верчу, обмануть всех хочу. Начало пока что неплохое, да, на первой позиции, но всё ещё может измениться. У нас нету такого отрыва. Так, людей схожих в поведении. Одного полиягода, да? Одного огорода огурец, одного сада яблока, одной бахчи арбуз. Вот, друзья, видите, очень много времени тратится, чтобы прочитать все ответы. Но если вы видите, что первый ответ, который вы читаете, правильный... Так, как называется фраза? Карнавальная ночь? Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это... Науке это неизвестно, конечно. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизнь не на Марсе? Науке это неизвестно. Опять же, друзья, это был первый и правильный ответ, и я другие даже читать не стал. Так, говорят, человек сделал качественно и безупречно. Без шума и пыли, без сучка и задоринки, конечно же. Без царя в голове, без страха и упрека. Хе-хе. Рвицарь без страха и упрека. Чему равна сумма всех углов равностороннего треугольника? Так, блин, а чё там? Так давно это было? 180? 180, отлично. Угадал. Ну, как бы я на самом деле уже и не помнил, но школу я как бы уже давно закончил, да и в школе, надо сказать, учился так, посредственно. Так, какой, по мнению Лермонтова, будет разлука, если любовь была без радости, без слез, без печали, без сожалений, без элементов, без сожалений, без слез, что ли? Без печали, наверное. Ну, это как-то поэтично, что ли? Любовь без радости, расставание без печали. Кто исполняет песню? Мама-анархия. Это друзья, группа кино, конечно же, группа кино. Ещё 5 секунд, можно что-нибудь поболтать. 4, 3, 2, 1. Всё, болтать нельзя, читаем вопрос. Блин, а я не знаю. Меркурий? Нет. А кто тогда? Марс? Юпитер? Меркурий, по идее, ближе всех к Солнцу был. Я не знаю, Юпитер самый большой. Может, там какие-нибудь процессы внутри. Так, друзья, вопрос на знание английского. Как переводится с английского языка слово suddenly? Постоянно, иногда, обычно, вдруг. Вдруг, конечно, правильный ответ. Друзья, ну и это, похоже, первое место. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Вы перешли на 19 уровень, вам зачислили стипендию, и мы вошли в тройку лучших студентов. Ну, это, друзья, ещё только начало, дальше будет сложнее. Хотя дальше у нас то же самое задание. Но опять войти в тройку. Только чем дальше, тем сложнее. Знаете, раньше мне там надо было в четвёрке, в пятёрке входить, а теперь с самого старта экзамена надо сразу уже с самого старта быть в тройке. А что потом? В двойке, в однёрке надо будет быть. В результате чего на столе появляется яичница? Несутся куры, конечно же, друзья. Всякой ерундой понаписали. Бегут индюки, мчатся гусыни. Так, ну и я, конечно, не самый шустрый, ладно. Чем по своей сути является компьютерный вирус? Ага. Это, друзья, ну, я думаю, всем понятно. Это программа, это не энергетическое поле, это не особая форма жизни и не послание матрицы. Какой группе музыкальных стеренов относится к фанфару? Духовые, конечно же, друзья. Не ударные, не клавишные, не струнные. Ну, знаете, многие вопросы, допустим, даже если вы не знаете правильный ответ, можно часто действовать от обратного. То есть смотришь, ага, ну, точно не эти, значит, духовой там, например. Но не данный случай. Так, 7 и 8, это, друзья, по-моему, 56. Если, я не знаю, мне память не изменяет. Как-то учил когда-то таблицу умножения, но уже, знаете, так некоторые элементы со скрипом вспоминаются. Какого вида юбки не существует? Луна? Луна? Друзья, не знаю. Так просто наугад, ну, я не знаю. Я знаю точно, что... Ну, колокол, это вообще прямо форма платьев, особенно вот этих старых, пышных. Это понятно. Тюльпан, наверное, тоже, а вот... А вот в честь какого флотоводца называют воспитанников морских училищ? Ушаков, Нахимов, конечно. Так, сколько нужно банкнот с изображением Большого театра, чтобы обменять на одну с Ярославлем? Блин, а я... Театр на какой? На сотке, что ли? Вон там что-то... А Ярославль на тысячу, да? Десять? Десять. Отлично. Вообще, мне кажется, американцам проще. У них президенты как-то лучше запоминаются. Я еще проще этим, у которых звери, кто там. Так, работала леди Диана, пока не встретилась с принцем. Рейхмахер, мне, конечно... Воспитанницы? Воспитанницы? Не знаю, наугад просто. Как называется это животное? Это кто? Я вообще не знаю. Хорек, что ли? Мангуст? Опоссум? Не хорек. Что за животное Харза, я вообще не знаю. Как звали главного героя? Романа Пастернака, доктора Живаго. Леонид Владимир, Борис Юрий. Юрий. Блин, друзья, я чуть не промазал. Я как-то так щелкнул еще между Борисом и Юрием. Ну, слава богу, попал нормально. Так, ну и у нас, друзья, у нас, друзья, опять первое место. Ну, нам, в принципе, хватило бы и первых трех, но мы переходим на следующий этап. И дальше... О, смотрите, дальше проще. Дальше надо в топ-4 попасть. Как-то, знаете, странно, да? То есть, сначала в топ-3, в топ-3, потом попроще, в топ-4. Может быть, дальше еще проще будет? Не знаю. Сейчас посмотрим. Какой гриб растет в лесу? Волчок, лисичка. Лисичка в лесу растет. Это я точно знаю. Остальных, наверное, и не знаю, потому что... Ну, в лес по грибам я ходил, а вот их не встречал. Про них ничего не слышал. Как называется это животное? Это шиншилла, друзья. Это мы знаем. Это у нас во всех зоомагазинах этого добра хватает. Сутану какого цвета носит папа римский? Красного, белого? Белого. Ну, это вот на картинке видно, что... А, это же, я так понимаю, не просто так нам какого-то мужика в какой-то шапке показали. Это, наверное, она и есть белая сутана папы римского. Без картинки было бы сложнее, я не знал. Праздно всемирный день авиации и космонавтики. Блин, я не знаю. 12 мая? Нет. Что здесь маленькое вот не радует, друзья? Что не показывает, какой был на самом деле правильный ответ? Но, с другой стороны, здесь часто... Вот я замечал, вопросы все-таки повторяются иногда, поэтому, может, и хорошо. Какой фирмы изображен на картинке логотип? Это, я не знаю, Феликс. Это Хайнс? Похоже на Хайнс. Да, это Хайнс. Помните, это Хайнс, кетчуп. Там чуваки долбили по бутылке, а он из нее не хотел вылетать. Типа, что очень густой. Кто часто имеет дело с балеринкой? Томатолог, повар, металлорук. Я даже не знаю, что за балеринка. Чертежник? Чертежник. Ну, это, знаете, друзья, ну, опять же, просто повезло. Ну, может, где-то повезло, может, где-то что-нибудь подсознанно так, что, согласно крылатой фразе, возвышает мальчика до мужа. Поцелуй, отпор, речь. Опять что-то, знаете, поторопился, чуть не тыкнул вообще вне туда. Ну, слава богу, все нормально. Какое из этих морей не омывает Турцию? Блин, я не знаю. Мраморная, Средиземная, Каспийская, Эгейская. Не мраморная. Эгейская, что ли? Автор над пропастью воржи. Это Селинджер, друзья. Чак Палуна, Никр, Рей Бридбери, Пауло Куэльо. Нет, друзья, это Селинджер у нас. Ну, блин, я от лидера так знатно отстаю. Как называется? Крайний защитник в футболе, активно поддерживающий атаку. Блин, я в футболе вообще не сломаю ногу, вообще не знаю ничего про футбол, я не знаю. Лайнсман, Форварда, Либера. Либера, это вообще подгузники. Ну, может, Либера, я не знаю. Друзья, а ведь это был десятый вопрос. За последний вопрос дают в два раза больше очков. Ну, вот в итоге мы в этот раз на второй позиции, причем с таким знатным отставанием от лидера и переходим на двадцатый уровень. Отлично. Но у нас задание было простое, войти в топ-4, и мы все равно проходим дальше. Кстати, если мы сейчас где-то оступимся, нам придется все начинать вот с самого начала. В этом плане игра довольно коварная. Тут ведь все не только от вашего ума зависит, еще зависит многое от ума ваших соперников. Вдруг вам шесть вундеркиндов подкинут в соперники. Как звучит одна из воинских команд? Бегом марш! Это правильный ответ, и я другие даже читать не стал. А что там? Ползком ламбаду, шагом вальс, галопом полонез, галопом полонез. Как заканчивается название одной из серий кино из «Звездной войны»? Империя наносит ответный удар. Но это все знают. Империя посылает в нокаут. Империя бьет хуком справа. Империя применяет апперкот. Тоже неплохие вариации. Как называют бывалого опытного человека? Стрелянный воробей. Недобитый, блин, безмозглый страус. Ощипанная курица. Опытный человек, как ощипанная курица. Так, кто изображен? Это Леонов, друзья. Где он? Вот он, Леонов. Грибов, Демьяненко, Витцин. У нас, кстати, в этот раз неплохие соперники. Мы вроде все правильно отвечаем. Они все правильно. И мы где-то в конце. Хотя, отставание минимальное. Так, чем мне сладится город Тула? Так, лаковой миниатюрой. Потому что, я думаю, все знают про тульский самовар и про тульские пряники. Строитель в старину это прораб. Зодчий. Зодчий, конечно. Прораб он и сейчас строитель. Только главный. Хород рамный. Ну, я думаю, все слышали. Там, Зодчи, Древности, что-нибудь. Тара-та-ра-та-та-та. Какой из математических знаков называется Абелус? У меня уже, по-моему, был этот вопрос. И я на него, я, конечно, не знаю. Но я, по-моему, отвечал разделить. И, по-моему, было правильно, да? Да, это правильный ответ. Смотрите, а ребята там вообще не справились. Что не церковный чин, а должность? Пономарь. Ну, тут, друзья, я тоже как-то исключением. Диакон, понятно, церковный. Архимандрит вроде тоже и протеирей на слуху. А вот Пономаря не особо слышал. Головной убор дартанья. Ну, у меня уже был этот вопрос. Я отвечал шляпой и было неправильно. Ну, берет. Берет. Отлично, друзья. Ну, вот видите. На самом деле, я думаю, многие, кто давно в эту игру играют, они уже просто... Все эти вопросы, ну, они рано или поздно у них начинают повторяться часто. И они знают ответ быстро. Так, какие у нас... Картина Лирепина. Бурлаки на Волге. И крестный ход. Так, я не знаю. Театральные, постановочные. Театральные? Постановочные, значит. Так, это был последний вопрос. За него бы много можно было получить. Но мы и так на первом месте, так что не так страшно. Но нам надо было войти в топ-2. Так что, сами понимаете. Ну, ладно, друзья. Мы сдали еще один экзамен. Теперь, в общем, если мы где-то будем... Облажаемся, то мы сюда вернемся. В общем, вот такие вот у нас результаты. Я в целом доволен. И на этом, пожалуй, мы и закончим наше видео. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok